что ребята всем большой пламенный привет я спешу либо потому что у меня опять все не как у всех в общем короче говоря я вам уже рассказывал о том что я вышел первый раз на линию по тарифу курьеры экспресс мне пришел заказ с термокоробом термокороба у меня не оказалось но там вот эта эпопея это будет все видео вы уже это посмотрите вот и в общем короче говоря я нашел точки которые могут дать этот короб либо продать соответственно либо дать его в аренду не честно сказать я думал что я беру мити ребятам с деливери стоят такой короб без разницы какой главный чтобы он был и мне короче говоря сказали что можно взять его в аренду за тысячу по моему 200 рублей не выдают в аренду и короче говоря 40 рублей он стоит сутки и в общем короче говоря 40 рублей в сутки вот но дело то все в том что оказывается это все высчитывается из этих 1200 рублей меня это не устраивает по одной простой причине что моем понятии залог это значит ты оставляешь деньги ну залог грубо говоря да и потом короче говоря ты эти деньги возвращаешь обратно а здесь получается что ты не всю стоимость получаешь ну и зачем это короче я решил про мониторить хавита на предмет этих коробок там они стоят конских денег просто там огромное количество этих денег и по 3 и по 2 500 по две меня это не устраивает был один вариант приезжал ко мне на работу но ему типа не пригодилось продаю может быть и у него заберу и вот буквально сегодня девушка выкладывает объявление о том что она продает бушный короб за 500 рублей я тут же не пишу это типа реальная цена без всяких да 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 я буду я забираю когда можно подъехать и куда значит она мне пишет адрес на этом московский район игр в какое время она пишет куда час можете нет не ехать только до вас сейчас полтора давайте тогда ближе к вечеру вот договорились мы с ней на вечер потом она мне перри пишет через какое-то время а вы не можете приехать к трем и пишет мне уже в два я бы девушка ну конечно же нет мне час может сейчас по мне ехать что такое ну просто мне все звонят типа все хотят забрать я если вы точно берете я дам его вам я говорю конечно я уберу сто процентов я говорю вы снимите его с продажи чтобы вас чтобы вас никто не это сам не мучил и соответственно а я подъеду хорошо договорились с ней на определенное время вот сейчас она мне пишет такую тему что а вы раньше не можете приехать у нас поменялись плавно игра что случилось типа нас уже там дома не будет вот скинула мне адрес куда мне надо подъехать это короче тут практически там уже только чуть по подальше поближе тема что они будут там и мне надо успеть за грубо говоря полтора часа приехать надо успеть это приехать забрать потому что ну сейчас понимаете все менеджеры тех кого воли или все пошли курьеры всем нужно идти к рабу а оплатить как бы три с половиной тысячи за него мне не хочется был вариант как мне сказали получить его бесплатно бесплатного можно получить если ты устраиваешься в яндекс еду но там надо за это но там надо во-первых по ней отработать обязательно нужна санитарная книжка если ты перестаешь работать и должен короб вернуть обратно меня это не устраивает абсолютно так что как-то так поэтому сейчас едем за 500 рублей забираем как бы надо камеру почистить так я нахожусь на варшавской улице забрал я короб короче суть в чем он тяжелый и смотрите какой сверху он короче есть порванный мне абсолютно до лампочки главное что он внутри целый а сверху мы чего нибудь придумал подклеим за 500 рублей пес с ним вот вот это вот это все вот это вот вот это вот вот это вот вот это все московские 183 дробь 185 с переходом на варшавскую улицу вот это мы сейчас видим по варшавской улице как можно найти мало того я чувствую списался второго телефона которым у меня нет интернета через вайфай через свой телефон а он зараза такая мне вырубил интернет пришлось короче говорят хорошо я успел вовремя зайти чтобы хотя бы посмотреть что зубная клиника нужно у них там просто парадная вот вышел мужчина с коляской не с коляской этот как переноску детская ну и в общем короче говоря небольшой презентик это получит его жена эту конфетки за то что нам не оставила очень редко так люди поступают что первым короче сейчас надо как-то отсюда выбираться на хрен я весь мокрый ящу куртку и надел зимнюю а на улице блин было плюс 9 так хочу делать куда мы идем что-то как-то я надо короче обратно что я цинист а сейчас будем туда попадать не надо обратную сторону выйти на так короче вот видите вот эти вот дворы я видите зашел со стороны московского короче здесь все тут все дома это все один как у них адрес вот но слава богу что я их нашел все коробки забрал принципе как у меня все устраивает мне самое главное чтобы он у меня лежал в машине и в случае если мне приходить заказ по ну с короче с термокоробом хотя он мне не указан в приложении но главное что он у меня есть все сверху я там просто чем-нибудь подклею и как бы нормально сейчас мне самое главное выйти туда кстати между прочим здесь вот в этих домах квартирки стоит богу смотрите какой мерен на пневме он когда заводится он поднимается короче и едет здесь квартирки достать не хило я вам хочу сказать московский проспект считайте почти цен да не считайте центр города что мама не горюй у меня соседи подачи у них где-то здесь квартира может быть даже они здесь и купили потому что у них от бабушки еще осталось квартиры на одной лестничной клетки они все продали и купили где-то на московском проспекте может быть даже и здесь блин теперь иду с этой сумкой так непривычно как будто я что-то несу на меня все курьеры оборачиваются смотрят скажет еще один тут вот у меня не написано какой-то фирмы ну я так понял что это термокороб ее молодого человека нужно потому что он немножко такой кореец наверное он работал может какие-нибудь суши пиццу доставлял там пес его знает так что как-то так ладно сейчас выходим на московский и вперед с песнями обратно на остановку 12 автобус и поедем ну так между прочим этот короб тяжеловатый у меня пустой но тяжеловатый если его еще нагрузить если его еще нагрузить едой какой-нибудь то это тяжело вот так целый день ходит а еще на велосипедах мама дорогая так теперь бы нам как-то нибудь отсюда бы выйти сейчас выйдем наверное что-то вроде кнопку я нажал а ворота не открылись я стою как дурачок я вот не люблю вот эти вот навороченные дома ты стоишь блин как дурачок и не знаешь как туда попасть и как выйти он идет мужчина в шапке злой как мегера так на меня посмотрел идиота стоит не доделан короче ребята вот это московский проспект в ту сторону аэропорт вот нам надо идти в ту сторону и желательно успеть на 12 автобус вот видите вот это все мы просто с той стороны шли вот это все московский проспект 183-185 и вот это все жилые дома бмв бмв продают в таком районе мотоциклы что а там мотоциклы продают бмв трамвайчик вот знаете если честно я иду с этим коробом на а люди на тебя так знаете искосы поглядывают поглядывают и поглядывают не очень с таким ну здесь во первых элита живет и как-то знаете они так на тебя поглядывают скажет ё-моё ну да многих же знаете как курьеры таксисты и прочее это все не люди это все как знаете там непонятные люди такие они плохо кстати очень многие относятся очень плохо там курьером таксистом они считают что это какая-то такая профессия унизительная не знаю я ничего этого унизительного не вижу сидеть дома в два часа ночи захотеть жрать чтобы посреди ночи курьер тебе особенно зимой в стужен на велосипеде привез этот гамбургер это унизительно у них считается не знаю ну конечно им то виднее сидеть в пиджачках каких-нибудь кабинетах там получая миллионы видите какой переделанный каптюр вот киска не типа есть нечего дать не знаю я не вижу в этом не я ко всем профессиям у нас отношусь с уважением и как вы знаете тоже особо любая профессия хорошо которая приносит деньги любая так что вот вот видите ночной ну не ночной вечерний московский проспект вот мы сейчас с вами подходим потом видите колонна это короче парк победы а нам еще дальше идти короче навстречу едущие или идущие курьеры видящие меня с этой сумки со мной здороваются но они ж не знают что я как бы там ничего не несу и что я еще не курьер по каместе вот как то так кстати вот я вот уже видите как стемнело быстро вот ночной вечерний московский мне вот это вот кстати московский наш проспект напоминает немножко москву саму москву он как бы похож вот в москве вот такое впечатление участвую по этому зданию да такое впечатление реально что я иду но тут видите и машины какие стоят и кофейни какие мне туда наводить не буду там люди кушают приятного им аппетиту вот это вот станция метро парк победы нам чуть подальше пройти видите какие дома тут колонны арки вернее вот это все парикмахерские здесь я говорю здесь очень такое жилье нет ну те кто получал здесь жилье еще там семидесятые там шестидесятые которые такие коренные да как манида обставляете вот там вот жить на самом верху и там же квартиры вот видите вот там на самом видите там свет загорелся это штамм квартира поставить сколько она сейчас стоит но вот кстати если бы у меня там была квартира я бы не в жизни и не продал я бы жил бы там взять как здорово у тебя сверху колонны блин это классно но я не знаю сколько такая квартира может стоить но миллионов ой даже не буду называть сумму потому что я не знаю но дорого так вот это у нас национальная российская библиотека дальше памятник чернышевскому но мы сейчас к нему подойдем я немножко прихрамываю у меня мозоли опять зараза мозоли на ногах больно идти так что из меня пеший курьер как из голландского петуха вентилятор я просто думаю попробовать пешим курьером но с моими мозолями с моими ногами вот эта гостиница россия я помню здесь забирал папиного коллегу отвозил в аэропорт несколько лет назад когда на жигулях бомбил бомбил и был вот мне дали за такой заказ был я приехал сюда и привез договаривались на 500 он дал мне 1000 ну давайте сейчас пройдем я вам покажу памятник вот пожалуйста сейчас чуть поближе подойдем видите смотрят в ту сторону николай григорьевич чернышевский 1828 1889 ну как-то не особо много он и пожил увидите с каким надо будет сфотографировать и вот как бы вот там вот смотрите проход это московский парк победы да а вот это вот гостиница россии вот памятник чернышевскому какое он отношение имеет к например вот в каких-нибудь 80 1800 годах я же не знаю я не знаком с биографии михаила чернышко и николай григорьевич чернышевского сейчас так сказал как будто я с другими биографиями русских писателей знаком тоже мне как скажу что-нибудь ну вот видите смотрите как интересно вечерний московский проспект я здесь здорово здесь красиво все но здесь такая жизнь знаете такая элитная так скажем это уже приманить 159 всего осталось ничего вот поэтому в принципе как бы нормально сейчас самое главное чтобы автобус еще ходил а то автобус не будет ходить я зовет туда перси вот это будет весело а у меня может быть и такое кафе победа тоже не буду наводить там люди кушают кто-то кофе пьет кто-то пиво нет ну а чего в принципе если ты здесь живешь вот смотрите какая арка если ты здесь живешь вышел вечерком в кафешечку пивка пропустил пару бокальчиков с сухариками да к примеру и все и пожалуйста пошел по парку прогулялся участковый пункт полиции камеры наводить не будем а точно не хватало simple win вина продают всякие нет здоровска конечно здесь погодка хорошая сегодня правда я весь взмок ира расстегиваться нельзя потому что расстегнешься продует отелье тут видите как сразу и отелье японские европейские кухни все одно вот обеда 99 рублей суши от 35 рублей ну что-то я не знаю какой может быть обед от 99 рублей не знаю альт вина много чего тут есть ну вот как то так ладно все нам пройтись совсем чуть-чуть и на остановочку плодновато у меня спина то мокрая вся туда-то я бегом вспотела обратно холодно в общем я совсем забыл что обратно маршрута немножечко другой из московского поворачивать проспекта а вот оттуда с улицы решетникова это был мой маршрут кстати по 12 маршрута тоже катал у меня инструктаж когда я проходил накатывал часы мы с нашим наставникам я вспомнил что мы приезжали вот обратно по улице решетникова вот ну в принципе вот сейчас кстати автобусы очень хорошие вот новые которые привезли вот на них работать можно но я посмотрел видео у них зарплата 400 рублей в час представляете график 4 через доме что такое 400 рублей в час для водителя который несет ответственность за пассажир ну это ж вообще ну сколько он работает я посчитал где-то выходит ну 45-50 это если доп смены не брать ну как правило у нас такая же тема была чем больше смен берешь тем больше ты зарабатываешь а в моем случае это роли не играла потому что мой автобус был в таком состоянии что ты больше смен берешь что ты мало берешь самое главное чтобы он ехал и все там уже вот мы ждем вот и новые автобусы кстати у них нет уже кондукторов у них прям вот электронная эта система уже валидаторы такие стоят и уже а туда у меня кстати ехал на старом еще автобусе на обычном на мазым на мазе а за рулем была женщина такая невысокого роста и она ее из-под руля еле видно она так рулем буренько хоп 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 все равно она как-то быстро так смотрела но хорошо кстати автобус um управляла блин че-то реально ребята у меня руки замерзли как ты спина мерзнет меня спина мокрая как бы не простудиться бы ладно я надеюсь что сейчас там автобус в ту сторону пошел сейчас развернется и уже поедем . но это не копейка это 11 на ней ездит дедуля и уже наверное лет мне кажется это копейку на нас самого наверно его как вот он купил на на он так то не ездит он и подкрашивает и как бы зимой летом на ней ездит вот вам пожалуйста качество машине уже лет очень много свет горит тут он луна смотрите-ка я полумесяц незавидно вам будет нет но уже быстро отгрохали говорили что года полтора будет строить и за полгода отгрохает у хриобуру он отсюда даже видно уже свет провели морить как все это быстро делается вот это какой-то будет поликлиническое отделение что там будет пес его знает не знаю если тут будут хорошие врачи как бы то ладно и бесплатно по крайней мере обещаю что социальные ну у нас обещают увидите как вход здесь будет может поликлинику сюда туда сюда перенесут не знаю а может для этих сделать для новых так что как-то так ладно все уже почти пришли вот меня спина еще все равно мальца мокрая так конечно не хорошо но увидите обратно пошел бы замерз а так иду вроде менее холодно так что как-то так ну все в главное что короб у меня я посмотрю кстати вот это верхние это нирвана это по моему так и должно быть а может и прорваные так плюс 7 господи машину закидаю пусть она валяется даже по на у меня было и за такие хорошие деньги такими подхватили мало и таки приобрели много так что как-то так ладно все спасибо что все были со мной не знаю буду выложили это видео